Знаменитый Кутуб-минар В 100 метрах от минорета Кутуб-минар стоит незавершенное строительство. Это основание второго минорета, который хотела построить следующая династия. Он называется Алаи-минар. И вот когда начали строить, а построить они его хотели в 2-3 раза больше из-за того, что слава Кутуб-минара разнеслась по всей Азии, и начав его строить, они, поднявшись на 20 метров, поняли, что неправильно спланировали фундамент. И если строить дальше, то этот минорет просто рухнет сам по себе. И поэтому строительство было просто остановлено, и его не стали даже разбирать, потому что уже огромное количество камней и бетона легло в основание и в начало минорета. Так он и стоит уже много сотен лет как памятник незавершенному строительству и тому, что так и не смогли перебороть славу Кутуб-минара. Самая первая мечеть Индии, построенная в 13 веке, которая называлась Куба-ту-ули-слам, то есть сила ислама, она была построена на месте огромного индуистского храма, который пришедшие сюда мусульмане разрушили, и из материалов этих храмов построили мечеть и два минорета. Разрушили индийские храмы, и используя строительный материал из них, мусульмане все-таки не могли полностью весь материал использовать, потому что там было, на индийских храмах было очень много узоров. И вот когда такой узор попадался на внешнюю сторону храма, они сбивали изображение лиц с внешнего вида кирпичей. И вот получилось, но все-таки все уничтожить не удалось, и вот такие остатки, вкрапления в кирпичах индуистских богиней, богов остались. Большинство же песчаных блоков из основания индуистских храмов было просто перевернуто наоборот, и на внешней стороне на них уже были выбиты арабскими буквами суры из Корана. Знаменитая железная колонна в Кутубминаре, уникальность ее состоит в том, что ей полторы тысячи лет, она не поржавела. Она была привезена тысячу лет назад одним из индийских королем в это место и установлена на месте индуистского храма. Но когда пришли мусульмане, они, зная необычность этой колонны, не тронули ее, а мечеть построили вокруг. И до сих пор никто не может понять состава, сплава, из которого сделана эта колонна. Поэтому ее считают чудесной, необычной, и люди, когда приходят, стараются прикоснуться к ней и загадать желание.